так значит там запись в облако есть запись в облако есть и идет запись от меня так да неприятно то есть идея какая что у меня я сейчас говорю в одну камеру а если подключаю вторую камеру то программа автоматически эта программа автоматически переходит на эту вторую камеру если на ней нет микрофона то все звука нет понимаете так и получилось отключил вторую камеру для того чтобы показать этот блок все на переключилась на нее там и осталось хотя хотя меня было слышно в программе которая транслирует зуме то есть зум там можно выбрать какого какой микрофон а программа которая пишет период делать это автоматически и я получается не контролирую все она переключилась туда и спасибо большое так бы конечно бы так ну поехали организационные моменты какие у нас сейчас мы пройдемся по всем нашим модулем по вопросам модулем их 40 вопросов вот ну значит я конечно вам помогу потому что в предмет сейчас очень сложно сломая сложная часть кроме того нам сильно карантин ухудшил ситуацию поэтому я должен вам помочь напомнить вспомнить это дело вы будете отвечать сейчас если кто не помнит тогда я буду буду помогать вот это будут записи по этому модулю написать будет легко я как скажем так внимание особо им не уделяю потому что это довольно быстро выветривается с головы а вот практические занятия они конечно остаются намного дольше вот поэтому и даже этих самых больше баллов за модуль там это 20 баллов за каждый модуль а заправить практику 30 вот поэтому в практике даже больше баллов чем за модуль ну хорошо итак из каких двух блоков состоит наш стм-32 в discovery то есть это первый наш контроллер первый который значит мы с вами с ним работали сотого семейства он был разделен на две части такой линии прям посреди платы я сейчас уже камеру включать не буду потому что звук исчезнет кто помнит из каких частей это плата состояла давайте я так я так сейчас давайте так я сейчас включу в интернете и в интернете найду фотографии вот этого вот блока и тогда точно буду знать что значит что мне ничего так оставим 32 32 32 вот она картинки и вот она наша картинка так вот эта картинка вот даже это лучше да вот это хоро по хорошему качеству так ребята видите эту картинку да вот смотрите вот наш наш первый контроллер вот линия условно беленько разделяющие на две части вот значит что выполняет вот эта часть верхняя и что такое нижняя часть кто помнит вот это вот ответ на первый вопрос первый ну где наш контроль которому программируют топовый ну нижняя часть то что выполняет действие там спарта на верхняя она начала туда нравится код он компилируется регистры значит и пиаса нижний блок хорошо ну то что там регистры и компилируются это все в компьютере делается а ну где-то рядом правильно вы сказали что то то верхняя часть это собственно есть программатор она получает данные с usb порта преобразуют их другие данные необходимы для программирования но это такое это не компилирование это нет это и она формирует еще специальные тактовые последовательности именно при программировании то есть там строгие временные рамки создания этих импульсов они очень такие точные должны быть для программирования и вот создавая эти импульсы программирования плюс преобразуя сам вот эти данные специальный формат для программирования программирование ведется по двум ножкам svd и свт значит клок то есть там данные и тактирую тактируемый сигнал вот и вот эти как раз две ножки они проходят через эти два джампера ведь это cn3 1 2 и вот они попадают сюда то есть это верх не часть программатор нижняя часть это собственно наш контроллер поэтому ответ кратко на этот опрос будет выглядеть следующим образом так вот или значит каких двух блоков пишите блок программатора и блок собственно контроллера ответ готов что дает переход с рд надо стоять 32 кто скажет скорость скорость на нем сюда что еще объем памяти больше конечно сложность программирования осозняются до достаточно смотрите переход напишите повышение скорости и повышение объема в памяти это достаточно вот все а какие трудности возникают вы как раз уже начали отвечать более тяжелая и трудное программирование да такие трудности возникают при освоении вот то есть более тяжело программирования как бы можно уточнить а что-то более тяжелое как вы как вы считаете спелить сис тяжелее халтож там тип нужно больше ночи и про периферию вот инициализации периферии по страниц ардуино просто в несколько раз сложнее правильно хорошо как а что еще вот с внешней периферии то есть внешним луками которого подключают как-то без библиотеки там по сравнению с ардуино в стенд 32 как сын это это что-то про глинест периферии то есть мало билетик то есть тоже те что есть пакет спай есть на несколько периферий внешних остальные нужны саму да совершенно верно какие даем и использовали при работе со стенд 32 какие вы помните я кубе отлично а какие из них являются платными и бесплатными ярко основывали были бесплатными супер какой встроенный примеров какой нет точнее даже только в одной из примерах других нет в кубок все были примеры правильно какими основными блоками представлена архитектура значит вот сейчас эти блоки смотрите а где бы эту архитектуру можем увидеть как вы думаете каких до какой документации у нас мы видим мы можем увидеть архитектуру обратно да как а какие какие виды документации у нас есть для стенд 32 помните и программ и до референс подал хорошего вот вот это вот картинка вот что это это какая архитектура оборот все чудесно хорошо так значит каких-то так вот да так вот какими основными блоками перечислить основные блоки его внутри этой архитектуры что он из каких блоков состоит как самый главный блок какой у нас типа правильно и какие еще есть есть диплом порты шин тим точно есть сапи ацп у нас есть так генератор все достаточно хорошо отлично вот это вот и скажете вот теперь это какая архитектура гарвардская или фонда и мужская помните в прошлом семестре я про это рассказывал немножко в этой не помните да значит у нас развитие этих контроллеров и процессоров тоже шло по пути первое значит идея была это фон нэмонская идея или пристонская архитектура это то же самое вот была общая шина для всего и для данных и для команд это мечту для других целей вот а и получать это шина была перегружена и снижала значит нашу производительность поэтому потом придумали более сложные устройства где у нас такая шина была не одна универсальная а множество шин вот и называлась она гарвардской архитектуры поэтому если посмотреть здесь посмотрите я специально вам увеличу вот чтобы вам было крупнее видного скажите когда это сдвигаю у вас на экране увеличивается все это размер когда я так делаю вы там как вы видите в принципе ну так бы размеры увеличится но качество не меня кашка смотрели вот да тут есть бас и видите бас д бас и бас систем бас видите все вот это вот значит вот такая архитектура где у нас несколько таких шин по которым одновременно в самый важный вопрос одновременно как у есть дорога проселочная однополосная вот и там вереница автомобилей которые еле едут а есть дорога где одновременно несколько полос допустим шесть полос и сразу шесть автомобиля одновременно могут поднимите вот здесь это такой же принцип то есть мультишинность скажем так вот гарвард сфитектура это мультишинная система где множество шин и из-за того что по ним может идут идти да да одновременно в несколько раз повышается производители под поле вида идею поэтому вот этот экспрошу спрашивается как гарвард сфитуре разделены память программ и память данных вот они разделены через разные шины вот если здесь посмотреть вот увеличены то вот у нас есть программа видите flash 128 это память программ это тот код которого написали ну там в это в кококсе примеру из и он записывается туда есть для него отдельная шина айба свете instruction вас и число сосед программа программа состоит из инструкции правильно но вашей программе вы что еще вы объявляете переменные эти переменные попадают куда в оперативную память стать экран видите с рам сюда но для с рам и отдельная шина дата бассветит данных шина данных вот и поэтому когда вы свою программу пишите что мы хотим эту переменную инкрементировать на один к примеру вот у нас там был цикл для нас ярко спал там менялась больше меньше и вот то что там важно вы берете по старой архитектуре там фон и русская значит у вас по этой шине по общей шине для всех универсально вы берете сначала операцию плюс а потом берете сам оперант или эту переменную и увеличивать ее на один вот при этом вы должны вытащить эту переменную за оперативной памяти и и команду из памяти программ то есть из вашего кода друг за дружкой понимаете сначала команду а потом оперант вот это в два раза уменьшает скорость а здесь мы можем вытащить команду плюс пошли не айбас а переменную и который мы часто использовали по пошли не дебас понимаете как бы двумя руками 2 2 2 порта раз взяли и получили в два раза увеличивается скорость выполнения кода вот и как разделены эти памяти статик ран и flash то есть постоянная разделены шинами то есть ответ очень простой вот качий как разделены по ведь программа память данных память программа помратив miniature на разными шинами память программы это ой-ка оба стойте таши до инструкции память команд это да Teraz'�데 данных а вот как разделены оперативной память и регистры внутренней периферии по какому принцип как они разделены для этого мы тоже идем туда крутим дальше и там у нас есть тоже это у нас уже программная архитектура и мы не можем посмотреть вот видите так вот это у нас что это у нас смотрите memory map карта памяти вот это у нас программная архитектура вот и здесь мы как они разделены если там смущу шина здесь как видите вот стать экран это оперативная память здесь а периферал вот у нас здесь как как мы их различают случае чего то скажет вот видите адреса адресами совершенно верно слева вот адрес написано счет ну грубо говоря 2 начиная с 2 миллионов там по какой-то оперативная память начиная 4 миллиона по какой-то у нас периферии шину они шинами не разделяются шина 1 вот но они разделяются адресами вот отлично вот этот ответ так поехали так какой блок как правило нужно затактировать чтобы заработали порты вот вернемся опять сюда и вернемся нашу аппаратную архитектуру и вот там увидим наши порты так вот наши порты допустим порт смотрите ребята порт джипио а порта вот как к нему вот у нас центральный процессор центральный процессор по шинам через шинную матрицу через еще вот эту шину а hb поступают вот на интересный блок этот этот а а pb2 и pb1 и после него идет на джипио порта вот и кроме джипио порта какой блок еще нужно затактировать чтобы был к нему доступ какие у нас блоки по дороге встречаются ведь его цепи вот отсюда вот так вот чичичи проходит сюда наш сигнал вот какой блок мы нужно затактировать вот блок apb2 для допустим для таймера 3 нужно затактировать блок apb1 вот без него и очень часто делают такую ошибку вот например у коксе смотрите я вам сейчас покажу вот вот у нас значит код мэйси так нет экземпл вот в экземпл вот кто мне скажет в какой строке тактируется код который тактирует блок вот этот вот apb сейчас секундочку вот у нас блок apb2 видите apb2 в какой строке он инициализируется причем самым первым четвертый стеке есть его вода до 24 строчка видите сначала не цилизируется вот это вот коробочка apb2 hb2 а после нее после нее в инициализируется собственно сам порт а давайте посмотрим так это или нет вот он наши значит apb2 а потом пошел порт а видите и для порта а и меня устанавливается скорость режим и каждая ножка там описано под поняли да и тогда вот так вот последовательно после этой инициализации сигнал может пройти через тактирую через apb2 в порта вот о чем вопрос то есть это внутренней архитектуре как по ней работать так так какой был как право так чтобы так почему исходно все внутренние блоки отключены от актирования как вы думаете то есть раз они кучу и тактирование не просто не работает зачем это сделано что может разные блоки под разные тактирования делать ну да согласен до после того да да если там в кубе в кубе особенно видно там если включая что там возрастной частотой вот ну хорошо а что будет с потреблением тока если мы их всех за тактируем то есть все включим вот она увеличится потребление тока конечно вот поэтому сделал для дорогоустойчивости так как программа пишет человек вот дело в том что ребята в стм 32 прожорливый контроллер вот 32 бита по сравнению со всеми битами у ардуино это это серьезно почему потому что ардуино вот так вот он потребляет 35 миллиампер ну может быть больше там редко и когда если его сильно нагрузим а стен 32 легко 30 миллиампер 50 миллиампер запросто потому что он очень мощный у него ширина данных четыре раза шире все это требует дополнительного питания поэтому что сделано для того чтобы человеческий фактор ну скажем так не усугублял качество контроллера сделали так что ну именно разработчики кристалла так схема по его построена аппарат на построен что при включении все отключено а то а вы включаете только то что вам надо таким образом потребление уменьшается почему душу часто работа на батареек вот смотрите вот наши это значит архитектура да все вот эти все коробочки все эти квадратики они все по умолчанию у нас отключены вот а когда мы хотим работать допустим с портом а или у нас там какой был там у нас был порт c порт c8 порт c9 то мы тактируем именно только то что нам надо и больше ничего значит мы тактируем apb2 и допустим порция и только это работает то есть она только шевелится все остальные замерли и мертвые тихо стоят и ничего не делают то есть это нужно для снижения энергопотребления вот почему исходно в сестре интересно отключили тактирование для снижения энергопотребления потому что если было включено все то пользователи смысле ими судопрограммисты забывали бы о том что нужно все лишнее подключать и он бы жрал бы энергии будь здоров а он понимаете как он потом начнется отключать и там непонятно а вдруг отключи что-то лишнее и опять она перестанет работать поэтому сделан принцип набросил выключим включим только то что нам нужно автоматически мы получаем самую низкую уровню потребления поделена так чем отличаются ячейка оперативной памяти от регистра управления внутренней периферии вот у нас допустим если прокрутить дальше значит карта памяти или программная архитектура там есть это разделение видите есть разделение что нас есть оперативная память а есть периферия вот скажите если мы число запишем оперативную память то повлияет ли она на скажем так на функционирование нашего контроллера на функционирование то есть ускорит ли его работу остановит ли наш контроллер или нет сбросит ли его достроить ли какую-то ножку на вход или на выход то есть аппарат на что-то поменять контролем если в память в обычную запишем оперативную оперативную то нет ничего нет она ap 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 а ничего не поменял а вот если мы запишем в другие адреса которые относятся к периферии то тут уже все мы повлияем аппарат на аппарат на физически и на порты и потом смотрите мы можем повлиять и на тактирование контроллера помните вы говорили что там разное тактирование на разных портах вот смотрите вот у нас есть клаг 3 то есть дерево дерево часов скажем так и смотрите вот здесь вот есть тактирование для cp она может быть 12 мег сBE может быть там 24 может быть 6 миг герц ну два раза меньше или больше тактирование наших таймеров в зависимости от того какой отделитель у него мы поставим то шим у нас будет более высокое чисто или более низко но у нас там было 36 килогерц а может быть 72 то есть два раза или меньше вот кроме того смотрите вот у нас здесь сюда подключается тактовый генератор который вообще весь контроллер может заставить работать быстрее или медленнее то есть получается что если мы пишем в регистры то мы можем аппарат на меняť состоянии всего контроля если и пишет оперативную память то мы не можем поменять аппаратное расстояние контроллера то есть VoP можно писать сюда в статик вам любое число она повлияет на выполнение программы до программа может изменить свое поведение совершенно верно но аппарат на он будет работать с такой же скоростью ножки будут правильно выдавать сигнал в верном направлении все это ничего не изменится понимаете да я вам приводил пример когда было значит это самые иранские эти самые центрифуги которые ядерные вот и там была хакерская атака из сша то есть они записали определенные регистры другие значения эти центрифуги стали вращаться там быстрее и были в конечном итоге разрушены то есть это ячейки которые влияли на аппаратную часть контроллера вот поэтому ответ такой значит ячейка оперативной памяти отличаются от регистр управления внутренней перифики тем что она не имеет связи с аппаратной частью а регистр управления имеет представьте себе что ты чайка памяти сзади которая подходит провода или ноги процессора вы записали это значение это значение прям проваливается в реальный мир виде напряжения ног на нога нашего контроллера а ячейки памяти в обычной на там нет задней проводов это просто пустая комната глухая в которой вы положили взяли да ни к чему не подключена идею поняли что такое карта памяти или программная архитектура мк вот это здесь обозначена кто мне скажет что это такое что вы как-то память это все адреса адреса и значение что не выначает правильно да совершенно верно так одинаковые это карта память у разных типов микро которые то и определяют то есть это распределение где что вот видите здесь оперативная память с двух миллионов а периферии четырех миллионов а где-то может быть наоборот ну как бы это произвольно может быть вот и и как я кто и определяет разные то есть не одинаково я брать ее разработанным те кто контроллер делать совершенно верно разработчики чистый произвол ты так захотелось ну там есть конечно там может сделать был в виде бардака можно сделать это красиво чтобы это там слоями было друг за другом но в принципе все равно да то есть разные не одинаково определяют производитель совершенно верно а что такое аппарат архитектура вот аппарат архитектура сейчас секундочку вот это это архитектура которая показывает распределение аппаратных физических блоков внутри нашего микроконтроллер до кристалли то есть какой у нас блок есть вот скажите слева вверху что у нас там за блок вот они же под ним что-то за блоки также пивода внутренняя периферия вот-вот аппарат архитектура показывает какие блоки есть потому что оказывается не у всех которые везда пустим цап вот а у этого есть контроллера концов скажите мне микроконтроллера вот справа внизу до 22 канала цапа бывает что нет значит мы по аппаратной фигуре можем окину взглядом понять ага это контроль и содержит у арта этот не содержит и здесь есть цапа и такой-то 12 бит и видите написано у другого там другое количество бит или там другое количество каналов то есть она показывает нам внутреннее устройство аппаратное нашего микроконтроллера вот этот лет так есть так для чего нужен конфигуратор cube или куб это кубом x до кубом x до но нужно чтобы сделать проекты и подложку то есть обозначение вот это вот эти вот аппаратная архитектура дано что свет из блоков и что мы делаем в коде с этими блоками вот смотрите что мы вот это вот дело как называть это функцию вот это вот вот я что мы здесь делаем это объявление всех ножек порта да ну это же инициализация инициализации реально вот значит наш клубом x что делает инцидирует все этот ножки для да да всю необходимую да в нашем проекте внутреннюю периферии он инициализирует совершенно вот эти вот вот это уже все это же запомнить уж понимаете да это же нужно специально отвечать чтобы это все помните можно автоматически чтобы она поставляла правильные здесь вот эти вот коды правильные значения так совершенно верно значит наш меня вопрос да да и тактирует да да совершенно наверное потребление будет выше на будет играть что-то даже не нужно да но он протектирует только то что значит вы совершенно право с кубом x там давайте раз такой умный вопрос сейчас подождите я прямо его сейчас запущу давайте там даже если ребята там даже еще круче там вот совершенно верно он он может затактировать все на свете это вы правы сейчас пока нет это самое там я помню при инициализации вот я делаю проект по моему там включают все так но сейчас она у меня компьютер побыстрее часто быстренько должен запуститься так вот эти наши был селектор discovery и у нас допустим а ну ладно мы четвертом работали 4 так так вот она 4 удал чая так и вот смотрите что здесь клок configuration видите вот он тактирует ethernet clock а школа потом тортирует cortex system таймер таймер танки тактирует и так далее и вот он видите какие частоты просто очень высокие и 1 частот 90 миллил герц превышает максимум что может быть поэтому если здесь подкорректировать то видите частоты упали вот а в принципе это распределение частот вот можно здесь все подключать лишнее понимаете вообще то есть вот он это делает и поэтому здесь даже есть по power conception калькулятор то есть калькулятор потребления энергии здесь вот можно там указать что мы используем и он укажет сколько в миллиамперах при каком питании при какой температуре будет потреблять кристалл то есть он понимает что это все включение дополнительность это на тактирование придет к росту потребления поэтому даже если специально особенно калькулятор так давайте мы вернемся чтобы успели все это сделать вот для чего нужен конфигуратор к вам x ну напишите да га онициализации и тактирования внутренней периферии автоматической инициализации тактики тактирования так почему тактирование порта b требует разной инициализацию у сотого и 400 можно ответить просто потому что сотый 400 и если мы пишем на уровне библиотек спр эти библиотеки немножко разные то же самое ну халл должен быть одинаков вот а цель сиск тоже будет разный значит ну как пример есть в лекциях значит вы можете зайти этого достаточно лет это но если вы хотите более подробно и для себя еще понять как это работает то ребята вот здесь у нас по моему есть третья лекция это 4 в третьей лекции вот третья лекция значит где найти третью лекцию сейчас я вам покажу вот если я сюда зайду так это нам будет нужно еще будет нужно так здесь это у нас картинка будет а и прошли сейчас я напишу так наш сайт этот уже восстанавливаю видео там и здесь уже скоро эта ссылочка будет работать видео там посмотреть как раз как ребята ваши коллеги работали с с экраном и здесь у нас есть где мы до зайти значит осень прошлый год и там с кс и там значит здесь лекция лабораторная и там есть 3 лабораторная и там есть эта третья лекция вот и вот эта третья лекция там как раз есть вот эти все как раз вот прям по вопросам идет и вот до восьмой странице несовпадение имен библиотеках спр для разных контроллеров вот если мы хотим ножку порт скажем так сделать на выход то для 400 для 400 контроллера это команда вылетит вот так джи пио мод out а у а д то есть но ноги режим ног на выход это у нас функция которая вот это дело направляет а у сотого окажется функциями другой имиджи пио мод а ф о д не out а а а ф вот хотя как бы это альтернативная функция но вот она имеет другое значение то есть оказывается вот таким вот образом что здесь приведите да почему так пути пример разницы в именах библиотек вот пример можете взять из это 3 лекции вот этот пример так это не здесь это вот здесь вот эту строчку покажите для 407 такая а для 100 вот такая поняли да то есть бывают отличаются прийти пример разницы в именах библиотек для этого и этого ну можете привести это же пример там значит получается это у нас пример команд но по сути функции про функции отличаются по своим именам а есть еще и библиотек ладно подойдет это я как будто старый вопрос видеть немножко некорректно какой тебе библиотеки для внешней или внутренней периферии вот это сложный вопрос нужно найти или написать для работы с датчиком освещенности такой-то такой-то но во первых вы должны мне сказать вот этот датчик освещенность он относится к внутренней периферии тут расположен на кристалле или мы его подключаем извне к нашему контролю то есть относятся к внешней периферии как вы думаете датчик этот освещенности это платка как на внешне а наверно внешним что не по внешне периферии вот только напишите те библиотеки для внешней периферии ответ с какой шиной он работает этот датчик значит вы смотрите мы не успели это показать именно с этим датчиком но в прошлом году про шину айту си и про шину спи и для ардуида я вам рассказывал ну конечно вряд ли уже помните вот поэтому если у вас вот как бы такой вопрос какой шина он работает то вы что берете вы берете в интернете находите о по указываете значит поисковый вопрос бр-1750 выбирайте датчик интенсивности света переходите по нему по этому датчику и здесь подключение корды до видите шины называются вот она данные синхронизации шин называется и 2c или айту си вот значит здесь тогда вы напишите следующие сейчас я смещу сюда вот нужно найти написать так в какой шин он работает и 2c если готова библиотека для этой шины не для датчика а для шины в стм32 вот эта шина она уже относится к внутренней периферии контроллера или к внешней шина сама вот смотрите я сюда перехожу вот сюда перехожу секунду нет вот она наш этот самый и если у нас тут и 2c блок такой 2c вот там около есть есть видите вот он здесь находится значит наши данные с контроль с нашего цент ядра нашего контроллера с процессорного ядра по шинам идут вот так вот сюда идут на блок и 2c этот блок и 20 через две ножки с цель sd а вот они здесь эти две ножки где здесь вот они две ножки эти вот видите они обозначены вот и даже они обозначены здесь вот они вот они на наше платье видите с цель и вот из да они обозначены вот они и вот они же здесь значит где-то не тут елки наталки вот и они здесь же здесь же у нас вот они здесь обозначены вот здесь значит вот это вот шин этот блок он от ну он расположен уже на кристалле и это уже внутренние периферии для внутренней периферии для всей фирмы ст дает премьеры библиотеки все все дает а для вот это вот это внешнего датчика значит вот для этого внешнего датчика которых фирме ста не имеет никакого отношения таких датчиков миллионы она не дает одобрите пишите сами почему потому что мы не можем писать для всего мира эти эти библиотеки а почему ардуида получается так делать потому что там сообщество ящик написал миллиона и она попадает в общую базу бесплатные вы берете все сразу работает а здесь у них количество скажем так работников у фирмы сто ограничено они говорят вот мы это сделать не можем поэтому что нужно написать сложный вопрос такой значит какой тебе библиотеки до библиотека для внешней периферии какой шину заработать шина и двадцать если готова библиотека для этой шины да есть потому что библиотека потому что это шина относится к внутренней периферии а фирма st для внутренней периферии потому что она сама производит этот кристалл не все что на нем библиотеку дает так вот понятно тот момент здесь так потом что такое прерывание и перечислите три основных действий внутри программа период прерывания ну что-то это помнит это было до прошлом занятия ну прерывание сигнал для сестра который выполняет вроде какое-то действие так на три основные действия не помните да хорошо давайте значит это все если лекциях вы идете значит идете прямо туда до диск лекция 3 по моему сейчас посмотрим здесь 3 лекции сейчас и гляну ребята так то нас описание портов так а цепи и может здесь есть прерывание так ну ка ну ка да есть прерывание вот в этой лекции вот смотрите значит тут у нас выполняется основная программа и вдруг в этой точке эта программа прерываются к примеру каким-то внешним событиям и тогда наш контроль прекращает выполнить основную программу переходит к другой программе которая это событие внешне особенно обрабатывает обработал это событие ну что-то может быть за обработка допустим считать значение значения цепи считала значение цепи записала в перемену и что и вышла из этой программы и вернулась опять в ту же точку и продолжать упали программу а при этом программа а ничего не замечает для нее ничего не меняется вот ну как сделать так чтобы программа а не заметила что ее остановили что-то сделали вернулись назад вот есть вторая часть что здесь сделано в как вы думаете вот вопрос как стоит там интересно там стоит три основных действий внутри программы прерывания вот здесь 19 давайте посмотрим какие три основных действий сделаны вот это то есть мы что мы делаем сохранение контекста то для того чтобы исполняемая программа а ничего не заметила мы же можем мы же как бы выполняем на том же контролере эту программу прерывание и мы можем что-то запортить то что было в основной программе поэтому нужно все сохранить на чем она за завершилась закончилась то есть все перемены с которыми наработала их переписать другие перемены допустим со содержимое аккумулятора которую тоже должны запереть где-то сохранить понимаете то есть вот она становится как копаны перед обрывом руки вот так поставила грубо говоря и вот в таком же положении аккуратно и нужно там где-то сохранить другие ячейки памяти почему потому что мы эти же ячейки с которыми работала программа будем использовать для своих целей и мы просто перетрем изменим их понимаете потом когда она вернется расскажет ой в этой ячейке было 05 почему-то 03 а там было 0 f а сейчас почему-то 1 а и она ну короче программа может сбиться или неправильно что-то посчитать поэтому все эти ячейки нужно сохранить основные рабочие ты называть это сохранение контекста прерванной программы потом мы выполним то есть собственно тело программа работки прерывания а потом нужно вернуть на место от контекст все что мы оттуда там значит сохранили нужно вернуть на пятна в те же все же в те же области то есть ну к примеру чтобы пример смотрите вот мы допустим работаем в основной программе основная программа работает с компортом и передают по этому компорту по уарту какие-то данные думаешь с вами делали вот эту вот лабораторную работу где мы с мобильного телефона подавали команды и у нас на стоим 32 и в сотом включались лампочки если подали девичку включила зеленая лампочка двойку она погасла тройку синяя лампочка 4 погасла понимаете да то есть программа до работает с уартом и она принимает эти числа которые приходят за этого уарта если мы ее прервем и был тоже будем работать с этим уартом а он что-то запомнил еще 100 программа составной то мы должны то что вот программа то что работала с этими портами где-то аккуратненько с этих портов считать переписать другие ячейки которые мы не будем трогать теперь мы с этим у артом поработать для своих целей поняли да закончили все это и аккуратно потом в арт поставили значение тех ячей которые были стой программы чтобы она вернулась и все что было до нее но до нас вот так же все и осталось то есть это называется сохранение контекста значит сохранили контекст выполнили и потом восстановление контекста природная программа то есть я вам рассказал помните про студента мы заходим значит его значит комнату вот и говорим так мы здесь будем организовывать мастерскую вот пожалуйста мы с фотографиями велим телефоном как села него мебель мебель всю вынесли использовали у комнаты для работы там установили станки оборудования там все это самое поработали неделю а потом мы должны вынести наши оборудование но восстановить все как у него стояла то есть все мебель опять занесли поставили как надо и он чтобы даже еще не заметил что произошло что-то или нет вот эти три типа начать сохранение контекста программы обработки прерывания и восстановление контекста вот ответ на этот вопрос так следующее какие достоинства среды куба идея по сравнению допустим с и аром как вы думаете вот наш и ар чтобы то да да бесплатно да совершенно и она у двояр он работал в паре с курс кубу микс а кубы д е что в нем сделано лучше он сразу и делает да это другой проект которому синтезирует все протеи и может там код писать да то есть там кубу микс встроенный то есть два в одном в нем хорошо на какой уровень языка программирования это наши атаку были достроены по умолчанию нахал cms или спр нахал совершенно верно так перечислить и главные шины в архитектуре стоим 32 вот опять мы возвращаемся к нашей аппаратной архитектуре сейчас где вы тут у нас здесь здесь о какие шины вот давайте я тут увеличу вот чтобы пусть она будет низко качество но крупными этими самого смотрите какие шины значит вот одна же цепью да как шина вот это называется что здесь так вы видите что тут написано здесь вот где бас этого есть вот система система шины данных потом шин систем потом айбас айбас инстракшн баста шина инструкции видите вот эти шины перечислить и потом шины такая шина hb вот видите шина шина apb2 apb1 здесь еще какая-то шина apb вот их все что вот эти шины видите там хотя бы 34 штуки напишите вопрос готов так сейчас секунду так какие четыре уровня лучше 3 уровня 4 да конечно загнул три уровня программирования возможно при работе составит 32 какие у нас то есть кто помнит 7 сис аспринь и халл прекрасно вот и как вот по этим всем уровнем 1 как распознать и какие достоинства недостатки для 33 уровне вот идут вопросы которые при подряд ну как распознать там идет написание с регистрами то есть идет указатели среди стрелочки скорость потому что не нужно понять разные проверки то есть мы пишем прямо для вот это вот контроллер а вот для этих вот часов хорошо но это сложнее и сложнее то есть это как недостаток хорошо а спл спл это как распознать то есть там идут функции вот смотрите вот да вот это вот спалька у нас правильно вот это все да вот она функция где написано человеческим языком рад бит вот и там все понятно да то есть понятно значение а а халл чем как халл видеть халл потому что у них там у него для всех функций то есть и сахал то есть пенсии микси халл по себе а тут префикс да а вот смотрите вот почему как вы думаете почему медленнее работают спл и халл последний сэмсис ну что есть проверки разные то есть ветвление проверки вот смотрите вот у нас функция спл иска райт бит если мы в нее зайдем контрол нажимаем и зайдем в нее и посмотрим а что внутри нее вот видите вот она эта функция сколько на шагов имеет ну сколько 394 409 в общем 10 шагов ну пусть будет 5 допустим шагов то есть короче 5 каких-то вот нужно выполнить действий для того чтобы выполнить функцию но внутри нее вот это вот смотрите всего одна 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 функция которая написана на языке сэмсис видите сокращено название регистра вот этот указатель в виде стрелочки написан то есть мы можем все эти строчки заменить написать либо это либо это вот а почему то есть у нас выбор получается и пили или перебор почему потому что у нас наша функция спл иска содержит аргументы видите вот и зависимости от того какой аргумент мы должны здесь вот это вот выбирать и перебирать и подставлять нужный код написанным сэмсиси вот поэтому и замедляется скорость работы в хале вот вот этих вот выборов еще больше потому что там идут выборы для разных контроллеров понимаете потому что холдок универсальный и поэтому работать еще медленнее она пока зависимости от типа контроллера выберет был блок потом внутри этого блока выберет зависимости от типа переменной но не переменная типа операнда аргумента типа аргумента не типа а какое значение аргумента мы ввели еще больше происходит распыление вот этот выбор перебор то есть еще больше замедляется эта система вот я вам показал как это происходит в реальности так идем дальше так хорошо какие да почему программа это я в несколько раз медленнее потому что вот происходит перебор и выбор то есть фон за счет из-за универсальности функции то есть мы пишем одну одну универсальную функцию понятно но внутри нее идет на перебор уже на конкретные функции и cnc соски и вот этот перебор на него уходит машинное время машинные такты драгоценны и конечно позвать падение производительности у 2 в 3 5 раз легко происходит из-за универсальность распада за универсальность по каком типе файлы расширения находится именно функции в каком типе файл исполняемый код ну можно зайти в кукокс и там вот смотрите у нас какие есть файлы у нас есть хедерные заголовочные файлы и сишные вот если я зайду джипио эш хедерные то что мы здесь видим мы здесь видим мы здесь видим имена функции уже готовы и вот и цифровое вот этого смещения поэтому вот ответы на вопросы сразу мы можем значит имена функции находится в заголовочном файле каком файле указа связь между номерами регистром их номерами и их именами тоже в этом же заголовочном файле вот видите вот она связь то есть имя раз номера то есть смещение вот она 2 это в хедерном а сам код сам код джипио находится в сам код джипио находится в файле джипио си там вот эта функция уже вся вот видите как раз она вот расписана каждая функция допустим функция pin lock конфиг то есть функция закрытия какого-то какой-то ножки вот и она содержит видите из-за того что они универсально дальше идет перебор на уровне cms такой такая команда сессия с такая команда сессии с такая вот и она то она эта функция сама выбирает автоматически какую команду подать а когда мы пишем сами вручную нам не нужно выбирать мы уже знаем точно что сделать и поэтому мы вместо вот этих вот сколько здесь строчек давайте 432 451 то есть ну 18 даже 19 строк вместо него мы напишем только одну строчку но мы своей головой укажем точно вот именно эту для данного момента поэтому вот криф 19 раз быстрее поняли да к цемсис от сп или идем дальше так так как чему в конечном итоге обращается исполняем операции в исполняемом коде библиотеки спл вот она к чему видите вот библиотека спл вот эта функция библиотеки спл к чему она обращается в конечном итоге кто скажет что вот есть да конкретно кимене регистра вот здесь ими регистр смотрите вот тоже здесь ими регистр вот то есть внутри спл всегда у нас что cms вот а внутри хала всегда у нас спл вот так вот матрешка в матрешке так какой тип простой вопрос тип архитектура писал юзер мануал и в риф разбудал программный обратно так смотрим юзер мануал подождите вот это у нас юзер мануал вот здесь вот наверху вот юзер мануал и это что у нас как архитектура аппарата а референс программ программы так хорошо простой вопрос сейчас подождите как используя юзер мануал и референс было написать код инициализации периферии вручную ну такой сложный вопрос как мы это делаем вот я для подсказки значит выбираем это вот у нас юзер мануал мы смотрим на него и что дальше у нас мы делаем какой периферий нам допустим нужно включить лампочки на порт c8 и порт c9 да значит мы что смотрим мы смотрим на порт а это порция значит нам нужно инициализировать порции 1 для того чтобы добраться от порции нужно инициализировать какой а аж бы аппарат 2 правильно значит мы должны потом выбрать место юзер мануал мы должны выбрать референс мануал вот как мы выбираем референс мы делаем шаг назад а вот так вот выходим отсюда заходим допустим референс мануал и папа помня в голове что нам нужно увидеть да вы здесь смотрим наш джи пиво вот они на джи пиво 101 страница сейчас посмотрим и можно ли здесь эту 101 страницу как-то нельзя так хорошо и делаем 101 страница тогда так это какая страница подождите пошли 1 страниц не указаны нормально а вот справа внизу все понятно справа и слева внизу следует 170 какая-то там до было вот стоперами 101 да так причем не а где-то слева где-то справа 110 чередуется разобраться так вот значит вот они значит документации на джи пиво и здесь все описано как она тут работает вот вот эта внутренняя структура то что я вам рассказывал на прошлом занятии вот а то и на основании этого здесь должны быть ссылочки какие регистры для работы этого порта нужно инициализировать токсы то есть нужно внимательно читать и и жалко даже вот могли бы здесь написать пример кстати вот я знаю что фирма микрочип она в свою документацию пишет хотя бы один из примерщиков чтобы вообще вот и вот смотрите вот они регистр значит 1 порт configuration регистр то есть регистр который конфигурует порт и смотрим что здесь вот как значит аналоговый режим режим с плавающим входом режим с привязкой к вверху к низу зарезервировали дальше значит в их режим выхода пуш пола ага значит понятно счет если порт мы должны провинциализировать на выход значит мы должны записать нолик единичка вот в такой-то там бит но представляете вот это вот все если в рукопашную вот так вот сначала мы смотрим аппарату архитектуру какие регистры какую блоки вы должны проинциализировать потом зная имена этих блоков мы идем в референс мануал и смотрим как их нужно инициализировать вот но на уровне регистров вот а если мы хотим со спелем то мы должны еще зайти в документацию по спл вот специальную вот она у нас и стоит 32 и там есть такая вот и спр хал вот и здесь у нас есть вот она это 300 и а мы должны найти вот сотые стандарт периферий снарта периферийная библиотека вот видите вот и здесь вы должны посмотреть как его это что 6 страниц драйвера файлы то есть это библиотеку даже мне не удалось скачать в общем есть какая-то ссылочка мира конферанта ну в общем короче есть на сайте это библиотека где эти команды которые позволяют написать вот это вот вот это же это же где-то нужно идти сейчас секундочку ребята вот он экземпл вот эти команды они откуда взялись они взялись из документации вот эти команды берутся из документации референс мануал а чтобы знать как команды каким портам использовать мы берем из юзер мануала и так ответ у нас будет такой в юзер мануале мы находим блоки для программирования а в референс мануал команды для их программирования этих блоков поняли все а вот ответ готов какой программный модуль кроме спл или халл необходим для такого сложного периферийной устройства как дисплей то дисплей такое сложное устройство что кроме библиотек для работы с ним нужно иметь еще дополнительную такой пирожок дополнительный слой программирования которые что он делает как вы думаете зачем он нужен фигуре там линии круги да да почему нужно в чем сложность нарисовать круг на дисплее ну потому что просто эти халл там ультари тачку просто рисует да да но тут нужно как вписать нужно все дольше посчитать да то есть круг состоит из множества точек и координаты каждой точки нужно вычислить тогда мы видим круг вот поэтому конечно те координаты сложно написать самому причем же это нужно писать такие коды чтобы это не просто какой-то круг один а чтобы могли красиво регулировать его радиус то точку по точку положения и чтобы его зависимость от этого нарисовал круг нужном месте экрана и с нужным то есть это еще усложняет поэтому вот почему написать исключительно трудно потому что много вариантов нарисования эти графических примитивов значит правильный ответ такой какой программный модуль программный модуль нарисование графических примитивов почему написать исключитель вручную исключительно трудно потому что этот модуль должен обеспечивать множество вариантов нарисованы во первых он должен нарисовать все точки для каждой фигуры рассчитать что исключительно трудно потом он должен еще позволить эти графические примитивы рисовать в разных вариантах то есть разное положение и разный размер вот ответ что такое иерархия прерывание прерывание какого уровня обрабатываться без разрыва программы значит в одной из лекций сейчас где-то я вам скажу вот она эта лекция это ребята у нас лекция 3 даже в третьей лекции вот здесь вот есть это иерархия прерывания корыто вот она здесь так обозначена здесь видите вот основная программа одно прерывание выходим проверяю внешнюю продолжаем нашу программу опять второе прерывание но это прерывание одного уровня понимаете а бывает прерывание много уровней когда мы вошли в прерывание а в этом приводе возникает еще одно прерывание помните фильм начала не смотрели начало фильм inception не видели фантастический фильм такой секс нет там короче они принимали таблетки засыпали в сон во сне им а они как бы опять принимали таблетки проваливались в еще один сон сон внутри сна и там еще вот такой вот у них там было такое интересное фантастически то есть он очень близко к программному вот этому вот части я вам рассказал прошлой лекции что вот этой иерархии прерывания где она в жизни может быть не помните директоры кто у него там кто который прерывание директора в нашего директора института есть же только девочка которая сидит как ее и ее должен созывается ну когда вы входите там секретарь секретарь это есть контроль прерывание то зависимости от того кто пришел вот кто важнее тот того и допускают в данный момент допустим важнее того и допускать директору под понятно вам вот но бывает такое что у директора уже важный человек зашел который прервал до этого главную работу а потом появился еще более важный человек придется прервать и этого а потом самый самый важный придется и того прервать поняли да вот это поэтому есть иерархия прерывания значит прерывание делятся по степени важности ну например у нас какой-то значит этот самый как конвейер и у нас там есть источники прерывания но первый источник наличие бутылки под краном бутылка стала под кран значит прерваем программу льем туда воду это прервание но самое первое самое простое но какое может прервание более важный то мне скажет вот в этом конвейере если конвер у нас заклинил допустим значит нужно неважно там стоит бутылка не стоит бутылка все отключить верно а какое может быть еще более важно прерывание чем остановка конвейера еще более страшно пожарный пример правильный выход из строя оборудования вот тогда вообще мы отключаем еще и сообщаем там там что-то случилось подели да поэтому даже если вот мы сейчас льем в бутылку воду это у нас первое прерывание мы делаем работу и вдруг у нас поступает сигнал что конвейер остановлен значит мы прерываем это наливание воды и там все останавливаем все если у нас еще и пожар там не только все стали еще куда-то сообщаем вот получается что вот мы были в одном прерывании лили воду мы даже плюнули на него делаем работу по остановке всего а здесь даже куда на него еще и сообщаем то есть вот прерывание с наивысшим уровнем уже ему не некому прерваться все выше него уже никого нет она выполняется до конца а потом когда мы из него уходим в обратном порядке по степени важности прервания эти доделываются до конца дорабатываются значит здесь если мы у нас пожар мы все сделали как надо вышли из него и у нас остановлен конверт допустим понимаете вот тогда мы должны доработать конверт все остановить вот остановили все выше из этого прерывания что у нас там льем воду смотрим если бутылка у нас не дали то она стоит под нами значит мы доливаем туда воды и переходим в основную программу поняли вода вот это вот архитектуру этих прерывания значит иерархия прерывания это наличие прерываний разного уровня значимости система прервания разного рада вот привали какой украш tremendous быстро права про него не самая высокого уровня но обычно это уровень нулевой 0 ум прерва не то есть там обратных стороны��ос im высокий потом ниже 123 там допустим я помню что в компьютере 16 уровней перегорения в обычном комплект иране в Бывают либо 1 прерывание, которые самые важные, либо 2. Но я встречал 2. Это в микрочипах. А вот М32 может там и больше вот этих вот ступеней прерывания, уровней. Так, с прерыванием понятно? Да. Хорошо. Укажите типовые имена функции, применяемых при вызове прерывания. Значит, это я вам не успел рассказать. Рассказываю, поэтому я это сейчас. Там буквально я не успел рассказать пара вопросов. Вот эти имена функции, дальше они здесь указаны. Значит, IRQ, Interrupt Request, запрос на прерывание. И NWIC это вот функция, которая, собственно, это прерывание и делает. Вот видите, как только если вы в коде встречаете NWIC и IRQ, это программа, которая занимается этими прерываниями. Значит, она стоит всегда, эта программа, особняком отдельно. Почему? Потому что она выполняется независимо основной программой. То есть ей плевать на основную программу. Что произошло, основная программа отметается в сторону и выполняется это. То есть это, как бы, знаете, такое, скажем так, еще один, второй вайл. Еще один, второй мейн, который выполняется особняком отдельно. И тогда вызывается, как чертик, чертик из табакьярки выскакивают и выполняют свою работу. И опять возвращаются к исходной точке. У нас был такой пример, когда мы, ребята, с вами работали с DAC, с цифрой аналоговым преобразователем. Вот в нем запись уровня ЦАПа выполнялась через программу прерывания. Маленькая такая функция, маленькая в самом низу у нас. И мы туда вставляли нашу циферку, и он менялся, выход ЦАПа. И там как раз был этот NWIC и IRQ. То есть если вы в программе встречаете эти буквенные обозначения, значит это кусочек программы, которая работает с этими прерываниями. Так, есть NWIC и IRQ. Укажите 4 правила, в случае которых можно выбрать из примеров код, имеется в виду из интернета, который с наибольшей вероятностью запустится на вашем микроконтроллере. Вот вы нашли в интернете какой-то код. Как примерно понять, подойдет он вашему микроконтроллеру или не подойдет? Кто что помнит? Ну, во-первых, нужно узнать, что эта программа именно для вашего микроконтроллера. Проверить или нет? Как вы думаете? Раз. То есть это первое условие. Второе условие. На каком уровне программирования написана эта программа? Какие у нас три уровня программирования могут быть? CMS SPL и HAL. Вот. То есть если HAL, о, это хорошо. Значит она такая переносимая, скорее всего заработает. Ну, оказывается, ребята, что вот это вот, значит скажем так, файл mainc, если только написали файл mainc в интернете. Сейчас вот я передвину, вот смотрите. Вот тут у нас, допустим, программа написана на кококсе. А она же состоит, она же не просто состоит из файла mainc, правильно? Она же состоит из дерева проекта, верно? То есть дерева проекта. Если человек дает только mainc, ну это такое. И что дальше? А mainc, ну, а где все остальное? И как все остальное это подключить? Вот. Поняли, да? Как это из дерева проекта, что вручную там собирать? Вот. А потом же нужно, чтобы все эти имена, функции совпадали. Вот. А бывают так, что в этом mainc функции, допустим, для сотого контроллера, а в библиотеке лишь 329-го. Имена не совпадают, при компиляции возникает ошибка. Понимаете, да? То есть нужно еще понять, а для какой среды этот пример сделан. Очень часто дают примеры для среды кейл. А кейл мы с вами вообще вот эту среду, ну, не проходили. Ну, она тоже частая, но у нас очень мало времени. То есть кококс это нам самая простая среда. ИАР, почему мы берем эту среду? Потому что для ИАРа всегда есть пример, фирма СТ для ИАРа 100% делает. И кубы ДЕ, потому что это личная ДЕ самого, самого производителя СТ. А кейл это среда типа ИАРа, тоже она сторонняя. Ну, для кейла, в принципе, тоже фирма СТ дает примеры. Но это нам как бы увеличивает и без того нагрузку, скажем так, для вас, для вашего изучения. Много примеров для кейла. Если вы берете пример для кейла, ставите ВАР, скорее всего, работать не будет. Хотя тут тот же код СИ, СИ такой же, понимаете, да? То есть нужно еще посмотреть, в какой среде. И последнее, четвертое правило, четвертый нюанс, который, так бы такое, не очевидный. Это с какой частотой тактового генератора работает данная программа. Бывает такое, что паузы, то есть тайминги, выполнены не через таймер, а выполнены через, собственно, сам код. Ну, через цикл, который вот. И тогда эти тайминги будут зависеть от частоты, значит, тактового генератора, частоты кварца. Вот у меня был случай, когда у меня на плате был 10 мегагерц, а программа была написана для 8 мегагерцового кварца, но не совпало. То есть она работала чуть-чуть быстрее, и датчик поэтому не отвечал на такие, на такую ускоренную передачу данных, он не понимал их. Вот так бывает. Значит, правило 4. Первое правило, чтобы совпадал контроллер. Второе правило, желательно, чтобы совпадал уровень программирования. Совпадала среда, на которой вы программируете. Ну, допустим, вам нравится программировать в Кококсе. Значит, вы должны искать примеры, тоже как Оксный, поняли, да? И четвертое, чтобы частота кварца в примере совпадала с вашей частотой кварца на ваше платье. Очень часто это все не указано. Да, бывают, не указывают ни контроллер, для которого написалось, ни среда, типа это все вы должны понять сами. Ни уровень программирования, ну, это и так понятно, да, уровень программирования там можно увидеть по коду, что это, HAL, SPL или это самое. А вот кварца, частота кварца тоже бывает, не пишут, а там разберет, разберется человек, понимаете, вот. И все, вы это не понимая, берете этот код, пытаетесь его всунуть, сделать из него проект, а он не компилируется, он с ошибками компилируется. Как их исправить, черт его знает, поняли, да? Или он компилируется без ошибок, но вы его зашиваете, а он не работает. Вот, для того, чтобы на лучшем образом это заработало, вот эти четыре правила нужно знать. Так, сколько модулей АЦП реализовано у СТМ32, F100, видите, эту ошибку сделан, F100, RB, T6. Ну, давайте посмотрим, где оно здесь, оно здесь, вот здесь, нет, вот здесь, тоже нет. Сейчас, подождите, ой, это нет, вот, только не лекция, а политехнический институт, библиотека, нет, библиотека, да, СТМ32, документация, сотая, и что там, какой вопрос? Сколько модулей АЦП реализовывать, АЦП, ОСТ, F100, АЦП и сотого, хорошо. Для этого мы куда? Должны пойти, в юзер мануал или референс мануал, кто мне скажет? Чтобы посмотреть мануал, юзер, хорошо, запускаем юзер мануал, и здесь мы смотрим наш аппаратную архитектуру. Так, о, вот она, вот она. Так, и так, где наши АЦП? Он слева внизу. Слева. Ну и сколько там этих модулей АЦП, модулей, и сколько ног? Ну, видимо, один модуль и 16 ног. Вот, совершенно верно. Для сравнения, а если мы возьмем другой контроллер, допустим, 429, вот ради интереса, да, а сколько там? Ну, давайте посмотрим. Они разные, или, или, или АЦП везде одинаковы. Давайте зайдем на 400-400 и юзер мануал, за ты, и там есть юзер мануал, и вот просто, ну, здесь написано. Так, ну-ка, тут тоже у нас есть аппаратная архитектура, и тоже есть АЦП, вот. Ну, это у нас контроллер другой. Так, вот, видите, что здесь делается, а? Вот оно. Что здесь у нас? Сколько модуля АЦП? Три модуля и 24-24 ножки. Да, вот он, ну, вот, вот это уже интересно. Так, сейчас, подождите. Так, и тут расширю. О, так, вот тут уже написано. Итак, значит, один модуль у нас сотого, и ножик может быть в 16. Можно их переподключить к другим ножкам. Значит, вопрос такой пространный. Дело в том, что, да, действительно, некоторые ножки, микроконтроллеры с сотами 429, можно перенаправить, скажем так, на другие ножки, переподключить. Но не все, некоторые. Так и ответите. Некоторые. Можно ли переключить к другим ножкам, именно этим АЦПшным? Ну, если кто желает, может залезть туда внутрь. Вот, и там есть по каждой ноге описание. Значит, вот, дальше идут перечень ног. Это у нас что? Это у нас, это у нас, это 429. Нет, это сильно сложно. Давайте тогда, сейчас, 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 400. Так, документация, сотый. Изармонал, сотый. И здесь я тогда, сейчас, так, 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 расширю окно, чтобы, чтобы вы все видели. Вот, и здесь мы тогда посмотрим перечень этих ног. Значит, там у нас АДЦ. Вот они. Ну, здесь не видно, здесь ножки просто не указаны ничего конкретного. Просто АДЦ НХ. А там дальше есть каждая ножка. Каждая ножка описана. Вот, сейчас мы посмотрим. Должна быть. Так, это О. Вот оно пошло. И вот здесь вот есть наши АДЦ. Вот, видите, есть такая штука, рэмап. То есть, перенос. Значит, смотрим, есть ли у нас тут АДЦ. Видите, АДЦ, ножка десятая. Рэмап отсутствует. Но кое-где есть этот рэмап. Вот, смотрите. Вот, можно, можно эту ножку, на эту ножку прицепить вот на 16-ю ножку. Видите? Можно прицепить таймер третий канал первый. А можно прицепить таймер шестнадцатый канал первый. Или таймер первый. То есть, кое-где, кое-где, где-то этот рэмап есть. но а цп а цп не рама пицца то есть она не переносится ведь и рама подсутствует а таймеры рама пицца вот видите таймер 23 или усер и у арт на одной до другой ножки смотрим что еще таймер и у арты то есть чисто цифровые ноги а хотя вот из аналоговая по 13 видите но она ни с чем не все да значит а цп не переносится у арты и цифровые порты таймеры и 2 айту си переносится это не все так вот вам ответ да какой-то он уже когда мужика как конец мы уже почти конец так так то так а вот так нельзя перри получать другим ножка поняли да а цп не переносится почему там аналоговые уровни они очень тонкие и очень важен там уровень шума по а при переносе нужно сделать переключение переключатели вносят дополнительную вещь шума и увеличивает ошибку при измерении цепи поэтому не делают так зачем для работы цепи бывает нужен димой как вы думаете что такое дело и кто помнит памяти так и зачем его используют прямую доступ памяти так называемую прямой и почему прямой а не криво значит значит ребята димой это ну как бы название неудачная на самом деле димы это еще один маленький микроконтроллер внутри основного микроконтроллер который умеет выполнять узкий набор задач как собака знаете все понимают но говорить не может может выполнить вот иди возьми вот мячик кинул она принесла и больше у него ума не хватает также это дима это еще один контроллер который может дать задание со цп измерь значит уровни и перепиши в ячейки памяти в 50 ячеек памяти когда закончишь мне сообщишь понял понял все выполняет и он измеряют дает команды дает это цп цп измеряют он получает этот уровень в виде там байтов значения 2 байтов значения записывают строгие определенные щеки памяти которая ему указал записал их 50 штук он потом останавливаться горит я выполню задачу хорошо зачем это бывает нужно дело в том что для того чтобы измерить ацп или принять данный допустим суар то нужно время и основной процессор дурной работы чтобы там по циклу опрашивать все время вот эти вот значения и тратить время на этот опрос и дурацкий скажем так пустой и глупый нет не должен вот пусть этим занимается другое более глупый исполнитель типа димы вот он этим и занимается он значит все это собирает измерять ждет как положено при этом основной значит наш контроллер процессор его ccp выполняет более высокотехнологичные задачи и таким образом вот этот ацп бывает нужен для него димы для случаев когда нам нужен оцифровать большой поток данных вот и или их или их много этих потоков то есть для случаев когда нам нужно разгрузить наш центральный процессор вот потому что он перегружен другими задачами поэтому мы включаем этот димы помощник темы это помощник вот обычно помощник который что он либо из входных портов данные записывают в память либо наоборот процессор подготавливать его в памяти какие-то данные и он их потом спокойно медленно выпихивает куда-то наружу например word это функции которые требуют множество времени долго это там это может полсекунды длиться за полсекунды которые знаете миллион операции выполнит вот один и все спокойно там будет ждать дожидаться пока это закончится и байт за байт он будет передавать куда-то или там байт за байт будет принимать откуда-то вот вот для чего надо значит процессор для работы с димы для работы с цепи нужен бывают нужен для снижения нагрузки на центральный процесс для суда сепию нашего микроконтроллера какая разрядность у цап тот цап сколько выходных аналоговых уровней он обеспечен значит давайте посмотрим нашу аппаратную архитектуру вот и там есть наш цап так вот я сейчас вам увеличу все это дело ну сколько здесь цапов два модуля но для создан а сколько 12 12 бит обеспечивают вариантов или уровне этого цапа как это вычислить хотя бы вычислить хотя бы форму 20 12 12 это будет 4096 то есть он позволяет обеспечивать 4096 это много аналоговых сигналов то есть это для звучания для уха это уже почти идеальное звучание музыки то есть ухо уже не будет слушать там репение степенье и прочих вот этих ступенек которые вот мы же цифра у нас ступеньками идет правильно вот и когда эти ступеньки грубые большие тоже принимаются знаете такое на слух воспринимать как такое шипение и такой негладкий звук а вот такой шипящие такое сейчас трудно сказать грубый такой вот он очень знаете как короба робототехнический такой вот иногда бывает там такой грубый голос вот так 12 хорошо какого нас там подождите так сколько выходных аналогов понятно какая понятно сколько каналов сап имеет укажите диапазон выходных напряжения сколько каналов имеет наш сад ну-ка 22 а если это не в битах 4096 уровней битовых ну скажем тогда цифровых а в напряжениях вольтах это а скольки до скольки будут у нас напряжение меняться помните из какого у нас напряжение питания на нашем ст 32 сотом на ножках его ну-ка 5 вот или 3 вольт 5 в arduino было 5 а здесь здесь 3 то есть он число 0 это 0 вольт а число 4096 это сколько 3 3 правильно а 2048 сколько полтора до полтора да и вот так вот пропорционально там сколько у нас еще 24 полтора по выделить наполам 075 то есть 075 вольта это нужно записать какое число 1024 полтора вольта выдать значит число 2048 но там 2225 это 2048 плюс 1024 до 3000 там чем-то понимаете да и самая высокая 4096 3 вольта так вот как этот сап у нас не работает так как генерируются треугольные и шумовые формы сигналов цап оказывается цап может генерировать не только уровень но и целые сигналы треугольный и шумовой программы или аппараты значит ребята идете в лекцию явно прошлом это все рассказывал но пусть будет так это у нас какая лекция 3 сейчас посмотрим есть 3 лекции как 3 лекции нет по моему в 5 то есть так значит 5 лекция 39 значит 5 лекции 39 страница там уже есть цап вот блок схемы это уже что вот а цап использует две ноги по 5 и по 4 вот вот краткое описание цап значит начиная с 36 страницы вот берете считаете и все последние вопросы они по цапу начиная с 37 по 40 вот все они в лекции да да все на них даны ответы значит разрядность вы сказали сказали как генерируются треугольные шумовые формы сигнала вот давайте посмотрим как они генируются так два независимых аппарат на генерация шума и сигнал треугольный аппарат начнут даже написать что аппарат на реализуется как синтезировать сиына создали сигнал а синус и дали снова уже как вы должны делать раз аппаратного нет поддержки то как какие то есть варианты кроме аппаратного программная поддержка программным мы как пишем для него тогда как вот такой писк как написать синус и дальнюю программу как вы думаете вот здесь пример как он здесь написан синус как здесь таких строчках у нас гируется синус но не гируется как бы запоминаются что ли 6 по 9 как это вот это вот это у нас что это нас массив да то есть помощью массива да вот у нас 32 точки эти 32 точки программно формируют наш импульс вот они 32 точки 8 наверх 8 вниз 8 до 0 и 8 опять сюда вот как раз эти по 8 16 ступенечек отсюда сюда вот ну конечно он такое синус такой шершавый ну но тоже лучше чем ничего значит аппарат на как выглядит который он сам вот он видите как вот это шумовой сигнал шума 8 на вот треугольный сигнал чтобы переключить с одного на другого нас есть специальные регистры ребята вот они здесь и если мы вот в в в 0 в 1 2 0 это ничего не гируется сама но мы можем написать наш синус тогда вот такое если мы 0 1 белый шум если один там чем-то сигнал треугольной формы так возвращаемся назад сейчас смотрим как синдерусе устанавливается но вы пишете программно с помощью массива каким выводом подключены выходы цап какой регистр настраивается заходите опять в лекцию крутите назад а там в самом начале есть все описано вот сапа создать две ноги по 5 и по 4 настраивается сап при помощи единственной регистра дак c о 32-битный младше 16 бит настраивается опаде на старше 16 битом 2 вот и все в лекции все все ответы есть понимаете да так все вот они все закончены все мы записали у нас осталось ребята 6 минут говорить если у вас вопросы какие то вот то есть ребята до конца недели вы значит все это мне должны написать и сбросить google класс я в телеграме напишу кому куда заходить google класс и создам задание напишу там что-то такое там семестр там какой-то это 7 семестром да сейчас вот какой-то номер по 8 семестр до 7 напишу 7 семестр модуль 1 и вы туда это дело подключить и вот и ребята по моему вашей группе или вашем потоке кто-то хотел делать стенд для ну там для для наших студентов я не помню кто по моему шматко а он хотел шматков да хорошо как его зовут извините пожалуйста это дмитрий дмитрий так шматков то 82 все отлично хорошо вот потому что там меня уже спрашивают чтобы там всех там все стенды нужно делать вроде бы вроде бы как свет дали в наши кс вот но я как раз говорил со слона григорьевна вроде бы его дали потому что наш и кс делает компьютеры для бухгалтерии а бухгалтерия уплачивает зарплату понимаете но собирать эти компьютеры вот и вы понимаете что когда их соберут и это тут бухгалтерии то свет опять погаснет вот поэтому я взял все это домой у нас будет 4 стола значит 400 до 1 стенд будет для работы с интернет вещами для тех ребят которые на троечку нужно так я вначале вам рассказывал про это или нет протара значит смотрите какие у нас сейчас будут планы значит вот сейчас лекция по модуль да вы его пишите до конца недели это все понятно следующая лекция значит я это будет 1 максимум две лекции я вам расскажу для троечников которые хотят на шестью на троечку написать курсовой вот я вам расскажу как это сделать сделать интернет вещь будет стенд с интернет вещью который не будет программировать на своем мобильном телефоне и управлять вот такой ну не очень сложный но в то же время он полезно для жизни вот и вообще для ну для данного предмета тоже вот там не будет эта сложность из периферии стоим 32 вот ардуиновская то все система все ее знают легко на ней все делаются вот поэтому вот такой вот я расскажу как это сделать такой вот интернет вещь вот после этого у на у меня будет несколько одна лекция по работе с программой love you в программу love you в тоже относятся к специализированной компьютерной системы пять лет назад когда я начинал читать и как раз начиналась эта программа тогда еще были у нас стране кое-где были какие-то предприятия и вот это вот love you на них еще работала а потом я понял что это уже не нужно вот а нам нужно сделать на стенде на нашем два человека удаш матков еще один там человек из другой группы два человека будут делать стенд вот и нужно сделать такой фронт фронтенда в котором эта программа на экране будет делать кнопку вы на кнопку дистанционно нажимаете а эта программа love you будет подавать на ордыны какую-то команду а от ордыны будет включать какой-то реле сейчас же мы не можем включить ну вот так вот напрямую в онлайн это это реле не можем вот а там а нужно сделать вот это сделать поэтому я love you как с ним работать это очень простая ребята всегда разработки для инженеров не программистов которые не не понимают вообще не знать никакой язык и там не пишется ни одной строчке кода это scratch для инженеров scratch вы знаете что такое программа scratch да да ты для школьников такая программа там рыжий кот на экране бегает такой и нужно управлять даже не с помощью кода там еще проще даже там да там даже просто кубики и соединены ниточками вот это я вам расскажу на втором занятии для тех ребят который будет стенд для нас вот а уже дальше мы с вами продолжим для всех остальных значит задание которые мы будем с вами делать на нашем которые нашим дисплее и собственно курсовой по нему анимация на дисплее под входными и выходными данными и все вот у нас такие планы на будущее так вот я все это дело рассказал надеюсь что сейчас запись произойдет нормальная часа даже наверное и проверим значит у меня нет запись в облако 1 то есть можно из облака вытащить даже ту первую лекцию из облака вытащить она должна быть со звуком вот а вот это вот и и это тоже вот сейчас она подождите остановлю и проверю так остановлю